Всем привет из Питера, с вами Андрей. Всем нам известно о Семи Чудесах Света, но так как многие из них сгинули в песках времени, кроме пирамид Гизы, они остались почетными членами Семи Чудес Света, то было бы логично обновить список Новые Семь Чудес Света. Проект, целью которого стал поиск современных Семи Чудес Света, организован некоммерческой организацией по инициативе швейцарца Бернера Вебера. Выборы новых Семи Чудес Света из известных архитектурных сооружений мира проходили через СМС, телефон или интернет. Итог был объявлен 7 июля 2007 года. Ну что, друзья, Новые Семь Чудес Света. Погнали! Великая Китайская Стена. Разделительная стена длиной почти 9000 километров. Построенная в Древнем Китае в 7 веке и является крупнейшим памятником архитектуры. Она была построена для защиты от иноземных вторжений и набегов. Строительство заняло почти два тысячелетия. Чертить ее длины образована естественными преградами, такими как реки и горные хребты. Построена она из камня, дерева и утрамбованной земли. Помимо защитной функции, Великая Стена регулировала торговлю, контролировала миграцию людей и служила транспортным коридором. Чичин Итса – политический и культурный центр Майя на севере полуострова Юкатан в Мексике. Священный город народа Итса расположен в 120 километрах к востоку от города Мерида. На языке создателей название означает «вусти колодца Итса». В городе множество храмов и памятников, наиболее известным из которых является замок, представляющий собой ступенчатую пирамиду. Эта пирамида состоит из 365 ступеней – количество дней в году, что дает нам некоторое представление об астрономических познаниях Майя. Город Петра Город Петра находится в Иордании. Этот великолепный археологический памятник на Ближнем Востоке был затерян на 5 веков, что принесло ему название «Затерянный город». Он вновь был открыт в 1912 году. Когда-то Петра была столицей Идумеи, позже столицей Новотейского царства, что делало его важным торговым центром для торговли специями. Петра в переводе с греческого языка означает «скала». Очень подходящее название, так как весь город состоит из резных песчаных скал. Он состоит из множества резных храмов и имеет около 3000 гробниц. Мачу-Пикчу Место, где можно увидеть остатки цивилизации инков – Перу. На вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря. В городе множество террас, площадей и храмов. Добраться до этого места, расположенного в Вандах, можно только пешком или на вертолете. Считается, что Мачу-Пикчу построен в 1450 году н.э. И был случайно обнаружен американским исследователем, когда местный фермер рассказал ему о руинах. Статуя Христа Искупителя Статуя Христа Искупителя находится в Бразилии, на вершине горы Карковадо, у Рио-де-Жанейро. Эта скульптура была возведена в 1931 году, после Первой мировой войны. Ее высота – 38 метров. Кстати, она не сильно и высокая, сравнивая с другими статуями мира. У меня на канале есть ролик о самых высоких статуях мира. Рекомендую к просмотру. Статуя Христа является одним из величайших символов христианской веры в мире. В нее неоднократно ударяла молния, но она все еще остается целой. Колизей Расположенный в Риме, Италия, Колизей является крупнейшим амфитеатром в мире из бетона и песка. Он был построен династией Флавиев в 80-м году нашей эры и мог вместить до 5000 зрителей. Здесь проходили такие мероприятия, как гладиаторские бои и травля зверей. Жестокая древнеримская забава, которая из-за своей популярности привела к полному или практически полному исчезновению нескольких видов животных. Тадж-Махал Построен в 1648 году нашей эры, потомком Тамерлана Шах Джоханом, в память о своей третьей жене, Нур Джохан, умерший при родах. Тадж-Махал является величайшим символом в любви, расположенной в Агре, в Индии. Этот мавзолей-мечеть построен из полупрозрачного белого мрамора, яшмы и хрусталя. 20 тысяч рабочих возводили его более 16 лет. Ходили слухи, что император приказал отрубить мастерам руки, чтобы они никогда не смогли создать нечто подобное. Помимо этих семи финалистов, получивших звание Чудо Света, в кандидатах засветились Эйфелева башня, Сиднеевский оперный театр, Статуя Свободы, город Тимбукту, Муааи с острова Пасхи, Московский Кремль и многие другие. Что ж, друзья, на этом пока все. С вами был Андрей. Подписывайтесь на мои платформы на YouTube и на Дзене. А главное, друзья, берегите себя. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok